Всем привет, это Ванделей и новая подборка пасхалок и багов игры, Сталкер Тень Чернобыль. NPC следует грозу таким образом, что рука проходит сквозь подствол. Также они перезаряжают от оружия с анимацией калаша, хотя у грозы магазин находится в другом месте. И еще, NPC стреляет из этого оружия, всегда с поднятым прицелом для подствола. В квартирах, в которых сидят монолитовцы, разработчики поставили почки для красочного взрыва в случае случайного попадания по ним, который, к сожалению, равен нулю, так как разрабы не довели эту фишку до ума. С помощью читов можно увидеть красочную сцену взрыва трех военных вертолетов. Для глаза честных игроков эта сцена закрыта. Дело в том, что изначально перед площадью не стояла пятиэтажка, которая закрывает вид на эту красочную сцену. Разравам пришлось ее подставить из-за того, что у игроков подскакивал в ППС. Вот как выглядит этот рисунок с реальностью. Непонятно, откуда в Трипичи взялись эти костюмы. Очень клевый ляп. Монолитовец гаусс-пушка берется из ниоткуда и пропадает никуда, стоит нам зайти в определенную зону. Судя по всему, в билдах здесь стояли ящики. Тазрабры решили убрать их, но сделали это лишь наполовину. Ящики стали не видеть. Интересный тайник лидера свободы, который прошел через выжигатель. По непонятным причинам, выйдя к стадиону, нам покажут небольшой ролик, после чего мы переместимся на ЧС. Однако, слева и справа от входа на стадион, есть небольшие ладейки, благодаря которым мы можем все-таки побегать по этой локации, встретить там бойцов с гаусс-пушками, множеством мутантов и двух РПГ-шек. Так же считается, что это стадион и есть тот самый клондайк артефактов. Лучшая тактика борьбы с врагами вооруженными РПГ, это побежать к ним вплотную. БАКС ПСЕВДОГИГАНТ На ранних стадиях разработки в игре предполагалось следующее оружие. Инграм МАГ-10 ВСК-94 АН-94 Абакан Утяжеленный Форт-12М Радиоактивный АКСУ Бульдог, стреляющий натомскими гранатами РПК-74 Модифицированная Белета ХК-G-36 Кристалл, представляющий собой ГП-37 с напылением из артефакта грави. СВДМ-2 Тальнобойщик Именной Винторез Именной Вольтер Усовершенствованная Гроза, принадлежащий генералу Воронину СВУ Малыш Усовершенствованная Гаусс Пушка с увеличенным магазином В игре очень редко можно встретить такую машину, как ГАЗ-66 Кунг. Первая находится на юго-востоке с базы свободы. Остальные находятся на ЧАЭС и я покажу их в следующем выпуске. РПГшники могут сами себя взорвать. Игра не объясняет, как Сахтеров, Сидорич и Бармен не узнают в Меченом Стрелка, но из дизайнерских документов, которые остались от разработчиков игры, можно вычитать, что изначально предполагалось, будто болотный доктор завинтовал в Меченом лицо, и поэтому его никто не узнает. Обычно этот вертолет попадает в аномалию, но мы можем подправить его судьбу, при этом он пролетит по локации сквозь все предметы. На лице главного героя имеется шрам, при том, что у Меченого совсем другое лицо, и шрама на нем нет. Скорее всего, разрабы просто забыли заменить лицо главного героя, оставшееся еще с ранних билдов. Ствол Гаусс-пушки разделен на три части, образуя некое подобие знака радиационной опасности. Странно, но если выбросить Гаусс из инвентаря, ствол будет выглядеть совсем иначе, при том, что в билдах обе модельки, и ту, которую мы держим в руках, и ту, которую мы выкидываем из инвентаря, имеете разрезы на стволе. Когда мы берем в руки Вау, на его правой стороне появляется глюк с текстурой. Также примечательно, что внутри каждого оружия, кроме Гаусса, имеется моделька патрона. Вороны в ТЧ спаунятся из-под земли, и да, в этой игре их нельзя убить, только в чистом небе из-за плитки. Хотя в билдах эта возможность присутствует, и даже была специальная иконка, подобранной Вороны. А на этом все, и если вам понравилось, вы можете посмотреть другие мои видео, или зайти на мой сайт, ссылку в описании. Спасибо за просмотр!